Книга к истинному православию Игнатия Тихоновича Лапкина Покаяние перед старообрядцами архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей Верующих чад Русской Православной Церкви на родине Евросии не держащихся старого обряда Собор епископов Русской Православной Церкви за границей РПЦЗ приветствует Возлюбленные братья и сестры по святой православной вере нашей Благодать и милость человеколюбца спаса да будет с вами вовеки В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества Воплоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Мы, собор епископов Русской Православной Церкви за границей Собравшихся в богохранимом городе Нью-Йорке На наших заседаниях думаем и о том Как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская Вследствие богослужебных изменений, установленных в 17 веке Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда О тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской Церкви Только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков За ревностное хранение его Русская зарубежная церковь с самого своего основания Соответственно искала примирения со старообрядцами И на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году Во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными Запрещения же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих этих обычаи, считать недействительными Отмененными и яко небывшими И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях подчиненных старообрядцам Мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы и спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия Младшего Принесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град и из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя Применяя его слова, мы взываем к преследованным Простите, братья и сестры наши Прегрешения, причиненные вам ненавистью Не считайте нас сообщниками в грехах наших, предшественников Не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их Хотя мы, потомки гонители ваших, но не повинны в причиненных вам бедствиях Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам Простите оскорбивших вас безрассудным насилием Ибо нашим и устами они раскаялись в соделанном вам и спрашивают прощения В 20 веке на православную Российскую Церковь опрушились новые преследования Теперь уже от рук богоборного коммунистического режима Пред нашими глазами ярким образом представилось преследование При малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве Гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными Мы со скорби признаем, что великое гонение нашей Церкви в прошедшие десятилетия Отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас И тем самым ослабивших духовную мощь Русской Церкви Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную Церкви рану И молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога Могли бы участвовать в таком богоугодном деле Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании Что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу Но покаяние наши, смирение, готовность ко взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам наше спасение Мы искренне желаем встретить представителей Церквей Старого Обряда и Согласий А также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостение, разделяющее нас И подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей Церковью и теми, кто стремится сохранить Старый Обряд в лоне Русской Церкви 13-26 октября 2000 год Заявление Комментарий Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона Реформы ненужной, противозаконной и крайне вредной, принесшей неисчислимые страдания верным сынам Православной Церкви на Руси Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее силы и привела, в конечном счете, к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последние десятилетия И даже против такого смелого, открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенную на них от отцов и форматоров Сегодня пытаются протестовать и представить в ложном свете курские и другие лжепатриоты православия История учит нас просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха Это было с Феодосием-младшим, императором Византии, который писал к Иоанну Златоусту как к живому спустя 32 года после его кончины При принесении его мощей Он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии, свернувшей и сославшей Златоуста в ссылку До которой он так и не дошел, умерев в пути При перенесении мощей митрополита Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым по приказу одного из лютейших в мире правителей, царя Иоанна Грозного Молодой царь Алексей Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Иоанна Покаяние перед старообрядцами, природными русскими гражданами, патриотами своей родины и старой веры Снимает душевный гнезд гонителей и их духовных потомков В этой жизни до суда Божия Покаяние Гражданства Молитой Продолжение следует... Покаяние